Я собираюсь написать здесь солнечный пляж, поэтому основа жёлтый цвет, я думаю, будет именно подходящим выбором. Ношу акриловой краской. Ну вот, как-то так я сделал имприматуру для солнечной картины. Теперь она просохнет, потом я буду наносить композицию. Вот так. Заброс о композиции сделал. Я здесь пишу кусочек пейзажа Miami Beach, где я был и я сам сфотографировал. У меня есть много фотографий с пляжа, с Miami Beach. И я решил использовать эти фрагменты для этой картины. Здесь вот будет небо большое, море, бич, растительность, газон. И здесь кусочек новой дорожки будет видно. В общем, я постарался, кроме живых строений, захватить фрагмент красоты пляжа и отразить в этой картине. Будут здесь, значит, изображения отдыхающих, купающихся. Также будут здесь, значит, яхта и круизный корабль большой, которые у меня есть в фотографии. Которые мне очень нравятся и до сих пор у меня перед глазами этот красивый вид. Я хочу это все отразить здесь. Ну, теперь это сейчас набросок композиции. А какой будет результат, уже будет видно в конце, когда я закончу работу. Следите за моим каналом. Будет интересно, я думаю, и многим пойдет на пользу. Все-таки писать большую картину. Это требует много энергии и ответственности, потому что большой расходный материал. И не хочется его так себе сделать, а сделать от души. Да, процесс создания большой картины забирает много энергии и требует длительного времени. Поэтому весь процесс создания большой картины разместить в одном видео будет, возможно, утомительным смотреть для зрителей. Поэтому я решил разделить на части весь процесс написания картины. Эта часть, конечно, посвящена процессу, начиная с покрытия холста имприматурой, процесса размещения композиции и, естественно, нанесения, подмалевка основного сюжета. Чуть позже, уже в другом видео, я вам покажу финальную часть создания этой картины. И вы тогда уже сможете оценить и высказать свои замечания, предложения. Ну, это уже, как я уже сказал, будет в другом видео. А пока мы продолжаем процесс создания подмалевка. Одним из самых важных аспектов, о которых не надо забывать, это является необходимость отходить иногда на расстояние и рассматривать картину. Это очень хорошо помогает выявлять какие-то искажения или недостатки. Поэтому всегда художник должен помнить об этом. Как я уже сказал, это один из важных аспектов. Я по жизни всегда люблю экспериментировать. Поэтому вот в этой картине я использую материал для холста, совершенно неординарный. Это пока я держу в секрете. И если у меня картина очень хорошо удастся и качество будет соответствовать, как картинам написанным на лучших холстах, тогда я запатентую моё авторское право на это и буду в дальнейшем постоянно применять этот материал или подобный материал для написания больших картин. Да, не только и больших, конечно. Вот такое дело, короче, у меня. Основа, на котором я пишу картину, этот материал очень востребованный в быту и, думаю, будет иметь очень большой успех. Если, конечно, удастся мне воплощадить задуманное. Большая картина требует длительного времени. Поэтому я решил разделить на части. И продолжение будет в следующей части. Здесь я показал процесс от начала до завершения подмалёвки. И даже здесь подмалёвок полностью не завершён, в основном завершён. Следующий этап, конечно, будет уже занимать процесс детализации. Придание, значит, более выразительного контраста, где это требуется. Света и тени. Тепло-холодность. И, конечно, довести до конца. Это будет уже в следующем видео. Чтобы придать картине солнечность, я делаю ласировку индийской жёлтой с кадмин. Жёлтым светлым. Вместе. Добавил смешал эти две краски. И я делаю ласировку. Во второй части я показал вам, вот в этом данном видео, как создавал я композицию, делал подмалёвок. И изменил тёпло-холодность общего вида картины. Придал более солнечный свет, чтобы было более ясно. Видно, что это майский день. Итак, пока я завершаю эту часть видео, ждите выхода в следующее видео, где будет финальная часть завершения моей картины и возможность оценки моей работы и вами. До свидания. Продолжение следует...